Фруктовый десяток Каждый игрок получает по одной карте, стопка переворачивается лицом вверх. Игроки одновременно переворачивают свои карты. Задача игроков – найти на своей карте и карте в центральном поле фрукты, которые бы давали в сумме десятку. Неважно, из каких фруктов состоит сумма, главное, чтобы что-то было на карте игрока, а что-то на центральной карте. Ключевое условие в том, что десятка должна состоять из фруктов, совпадающих либо по цвету, либо по виду. То есть, например, можно собрать зеленую десятку, красную десятку, или по виду – банановую десятку, клубничную десятку и так далее. Как только игрок видит фруктовую десятку, он тут же объявляет ее, забирает центральную карту и кладет поверх своей. Очередности ходов нет, кто успел, тот и съел. Играем, пока не заканчивается колода. Побеждает тот, у кого больше всех карт. Есть упрощенные варианты правил для игр с малышами. Первое упрощение. Игроки ищут одинаковые цифры, но чтобы совпадал либо цвет, либо фрукт. Здесь у нас клубничная тройка, а это желтая восьмерка. Второе упрощение. Чтобы никто не уводил карты из-под носа, раздаем игрокам по две карты, и они ищут фруктовую десятку на своей паре. Как только игрок нашел десятку, он показывает ее и получает новое задание. Кто наберет больше карт, тот и победил. Во всех вариантах игры можно ходить не на перегонки, а по очереди. Есть еще две игры, в которые можно играть этими карточками. Все как в основном варианте, когда мы ищем десятки по фрукту или цвету. Но есть два отличия. Первое. Задание меняется с каждым ходом. Сначала игроки ищут тройку, потом четверку, пятерку и так далее до пятнадцати. Затем обратно 14, 13, 12 до тройки. Второе. В этом варианте используется не только сложение чисел, но и вычитание. На стол выкладываются две карты. Игроки на перегонки стараются назвать цвет или фрукт, сумма чисел в которых будет наибольшей. Первый игрок успевает сказать «груши», соответственно остальные уже не могут выбирать «груши». Второй игрок называет «синий». Тот, чей вариант оказался верным, забирает карты себе и играется новая пара. Игру можно упростить, выложив изначально только одну карту. Или усложнить, выложить 3, 4, 5 карт в зависимости от уровня игроков. Вот и все. Веселых вам игр! Субтитры создавал DimaTorzok